Привет ребят, и да, вам не показалось, с вами GoodApple, хотя в таких роликах я пожалуй буду собой, всё-таки GoodApple это персонаж в играх, а сейчас вы смотрите обзор из реальной жизни, поэтому с вами Владислав Левченко, хотя слишком серьёзно, да? С вами Влад, и сейчас у меня вот такой интересный набор лего, это статуя свободы. Я с самого детства любил собирать наборы из этого конструктора, причём не только наборами, но и воплощать свои идеи. Собственно и сейчас я недалеко ушёл, Майнкрафт это те же кирпичики, только в мониторе. Хммм, интересно, а все майнкрафтеры собирают лего? Ставь лайк, если так же любишь лего, посмотрим сколько таких же любителей. Ну а в комментарии можешь написать какие наборы ты уже собирал, а какие наборы хотел бы ещё собрать. Да, это занятие затягивает, и лично я могу просидеть с набором часами подряд, пока его не соберу. И несмотря на то, что это лего, казалось бы детский конструктор, игрушка, уверен многие воспринимают это именно так. Но на самом деле, эта постройка относится к линейке взрослых наборов, ведь это не то, чем можно играть после сборки. А то, что поставишь на видное место, и твоя работа, конечно если это можно так назвать, станет частью интерьера. Из этих кирпичиков можно собирать постройки, которые в музее можно ставить. Вы просто посмотрите на эти наборы, этот огромный титаник, или к примеру недавно анонсированная эльфевая башня. Вы просто посмотрите на её размеры и детализацию. Уже не скажешь, что это игрушка для детей? Да и ценники на этих наборах совсем не детские. Может когда-нибудь я и дойду до их уровня, но это будет явно не без вашей помощи. Так что, если хочешь видеть ещё большие и не менее интересные наборы на обзоре, тогда обязательно не забудь поддержать этот ролик своим мощнейшим лайкосом. Ну и про кнопочку подписаться не забудь. Если она у тебя всё ещё почему-то красная, думаю самое время сделать её серой. Ах да, ещё и про колокольчик не забудь. Так ты точно не пропустишь новый обзор. В общем, открывается она вот так, с этой стороны, поднимаем крышку, и мы сразу видим целую кучу всяких пакетов. Эмм, даже не знаю, зачем здесь такая большая сортировка, может конечно так гораздо удобнее собирать, но это мы уже поймём в процессе сборки. А так открываешь коробку, и с первого взгляда, первое впечатление, ну я бы не сказал, что здесь кажется много деталей. Как будто бы одни сплошные пакеты что ли. Вижу инструкцию, она лежит прям на дне. Так, ну знаете, это прям целая книжка что ли. Ни фига себе, практически 200 страниц, то есть 183, недалеко от 200 ушли на самом деле. Это капец много. Сколько времени я потрачу на эту сборку, я даже не представляю. Ну да, конечно же не все страницы занимает именно инструкция по сборке, то есть в начале видимо здесь идёт предыстория самой статуи свободы, уверен, очень интересно написано, жаль вот только что на английском, поэтому я даже не буду стараться переводить, всё-таки не для моего это уровня познания языка. При желании это можете сделать вы, и потом написать в комментариях, что же здесь всё-таки было написано. А я в свою очередь обязательно первый такой комментарий отмечу лайком. А может кто-то из зрителей и так хорошо знает английский, что может прочитать и без всякого переводчика? Тогда для вас это будет вообще легко. Ну а в конце этой книжки, и да, я сейчас не оговорился, ведь я считаю это смело можно назвать книжкой. Камон, 200 страниц это же капец как много. И представляете, мне это сейчас придётся всё пересматривать, перелистывать. Боже, я боюсь об этом сейчас даже думать. Да, даже страшно приступать, честно говоря. Но, увы, уже обратного пути нет. У меня, чтобы вы понимали, сейчас уже начало 12 ночи. Не дня, и ночь обещает быть весёлой. Ладненько, что ж, погнали. Основание у нас получается нашей постройки. Я вам скажу, вполне красиво выглядит. Субтитры сделал DimaTorzok Я не знаю, с первого взгляда очень даже круто. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такая массивная уже постройка. Опускаем вниз. Здесь, видите, да, мы оставляли вот эту синюю штуку. Вот на неё мы как раз её и должны прицепить, эту красную палку. Вот, кому интересно, как она выглядит всё изнутри. Теперь у нас торчит вот такая вот ерундовина. Гляньте, крайний раз на само основание, отдельно от статуи. Всё, это я понял, это уже нога идёт. Вот это нога. Спина у нас, считай, закрыта уже. Вот это, получается, походу запасные детали остались. Всё, открываем крайний пакет. В общем, промежуточный результат у нас уже вот настолько преобразился. Осталось, то есть, внешний вид доделать. То есть, у нас получается уже вот такая. Фигура. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Мы к ней прислоняем и поднимаем Уже что-то вырисовывается Вживую намного круче, чем на картинке Очень круто смотрится вживую Особенно, когда свет переливается по этим деталькам Ну да, и все То есть, смотрите, сколько запасных деталек осталось у нас Готовая наша постройка 174 страница, кстати Ну, дальше уже пошли в пейзажи Кстати, давайте, ребят, если насобираем Очень много просмотров, много лайков Тогда я продолжу собирать эту линейку Только если я пойму, что эта тема вам зашла Я так понимаю, все наборы этой линейки Очень крутая постройка Добро пожаловать в следующий день Или тот же В общем, не важно Пришло время оценивать уже саму постройку И знаете, эта статуя свободы довольно детализирована Да, я сейчас, конечно же, не говорю про какие-то мельчайшие детали Что уж тут говорить, у нее даже лица нет Но несмотря на это При том, что в наборе не супер много деталей Статуя свободы интересна не только на расстоянии Хотя, конечно, когда заходишь в комнату Взгляд на нее сразу бросается Но еще в этой постройке есть что рассмотреть сблизи Много интересных деталей Масса изгибов И все это собирается действительно в копию оригинальной статуи Видно, что над постройкой постарались И постарались знатно Честно говоря, долго выбирал, какой же набор все-таки взять первым У меня в списке был и большой глобус И печатная машинка с механизмом И куча всяких подобных наборов Они все очень интересные Так что выбор был, конечно, велик Но, как видите, решил остановиться все же на этом Да, он, конечно, и подешевле будет, чем большинство подобных наборов Да, и для начала, я думаю, это самое то И вообще, я этот набор пересмотрел еще давненько Правда, вот, получилось его взять только сейчас К новому году И что можно сказать в заключении к этому набору? Я считаю, он точно стоит потраченных сил, времени и денег Но здесь, конечно, каждому свое Думаю, молодым студентам наборы за такие суммы и нафиг не сдавались бы Но, как дорогой и хороший подарок, самое то А особенно к наступающему празднику Будет чем занять время Как вы уже, наверное, заметили Пока что я не мастер в таких рубриках Но обещаю, я обязательно буду стараться делать обзоры еще интереснее Так что, если я увижу вашу активность под этим роликом Пойму, что вы действительно хотите продолжения И в следующем обзоре вы увидите уже сравнение китайского лего набора с оригиналом Небольшой спойлер Это будет Лего Стар Ворс Разберемся, стоит ли покупать исключительно оригинальные наборы Насколько они будут качественнее И вообще, будет ли между ними разница В общем, все в ваших руках Ну а с вами был Влад, aka GoodApple До скорых встреч Ах да, чуть не забыл С наступающим Новым Годом! Кстати, ссылка на этот набор в описании Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok